Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Благоустройство населенных пунктов Карачаева-Черкесии продолжается о том, как приводят в порядок предворовые территории Станицы Преградной. Ситуация с коронавирусом может отразиться на психологическом здоровье человека. Как реагировать на перемены и не поддаваться, панике ответила психолог. Лучших по итогам конкурсов педагогического профессионального мастерства наградили сегодня представители власти. Церемония прошла в Доме правительства. Широкополосный интернет теперь доступнее. Ростелеком проложил в Карачаеве-Черкесии более полутора тысяч километров оптоволканных сетей. Преградная повышает индекс качества городской среды. Она становится более комфортной и удобной для жителей Станицы. Таких преобразований у себя во дворах некоторые станичники ждали более 60 лет. Фатима Даурова расскажет, как жители отнеслись к масштабному ремонту. Уровень комфорта от проживания в районном центре зависит не только от наличия парков и скверов. Удобными в первую очередь должны стать придворовые территории, считают представители муниципальной власти Станицы Преградной. В 2019 году силами Урупского муниципального района, непосредственно и из нашего бюджета, из местного преградинского сельского поселения, выделялись средства. И было отремонтировано, если не ошибаюсь, три придомовых территории. Там происходило асфальтирование и укладка тротуаров. А в этом году у нас попало пять многоквартирных домов. Предусмотрены ремонт асфальтопитонного покрытия с заменой бордюров, установка лавочек, фонарей уличного освещения, обустройство детских площадок с резиновым покрытием и укладка тротуарной плитки. Во избежание попадания детей на проезжую часть территория детских площадок будет ограждаться металлическим забором. Тамара Тибуева, жительница дома по улице Красной 112, 60 лет ждала преобразований у себя во дворе. Мне 81 лет. 60 лет я здесь живу. А вы довольны, что облик преградный меняется потихонечку? А как же. Мы с молодыми были, субботники делали, деревья вот эти все мы сажали. Очень я довольна тем, что вот преградный что-то делается. Немножко запустили наш преградный, но сейчас, слава богу, начали хоть что-то делать. И каждый год количество дворов, где будут происходить изменения по программе формирования комфортной городской среды, будет увеличиваться. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район. Сегодня исполняется 192 года со дня подписания договора о добровольном вхождении Карачаев в состав Российской империи. В первой половине 19 века Карачаев для Российской империи был важен в военно-стратегическом плане. Сражение, начавшееся с 7 утра 20 октября 1828 года, продолжилось в 12 часов. Закончилось оно поражением карачаевского ополчения, что предварило подписание присяги Карачаев на верность всероссийскому государству. Хоть Карачаев и считалось вновь покоряемой территорией, условия договора о вхождении были вполне хорошими. Со стороны империи не было никаких карательных действий. Более того, российская сторона не установила никаких налогов и податей. Прежде всего, как бы обязывали карачаевцев, чтобы они не принимали на своей территории так называемых непокорных горцев и охраняли своими силами, допустим, особенно участок по Кубани, в верховьях Кубани, от набегов тех же самых непокорных горцев с так называемой территорией за Кубани. При этом оговаривалось, что если, значит, это будут отряды до тысячи человек, то карачаевцы, значит, должны будут препятствовать им своими силами к проникновению на территорию, собственно, Российской империи на Кавказе. Если отряд будет превышать это число, то, соответственно, здесь уже карачаевцы должны прежде всего обращаться за помощью к Российской империи. В случае пропуска такой группы, то вину на них не возлагать. И вести из Оперштаба. На сегодня в Крачаево-Черкесии выявлено 84 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано 605 человек. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 8658. Из них 5138 выздоровели. Как реагировать на перемены и не поддаваться панике? Как морально быть готовым к тому, что кто-то из близких может заболеть коронавирусом? На эти и другие вопросы нам ответила заведующая отделением телефона доверия Олеся Охременко. Она рассказала о том, как может отразиться ситуация с коронавирусом на психологическом здоровье человека. Аслан Гирюгов продолжит тему. Пандемия коронавируса изменила жизнь многих людей. В самом начале распространения у людей началась паника, которая только ухудшала положение. В медицине известно опасное влияние вирусов на организм человека. Ученые считают, что пандемия COVID-19 может стать источником психологических расстройств. В силу менталитета нашего населения многие люди не следят за своим психологическим состоянием, поддаются паническим атакам, которые могут ослабить организм. Страх, тревога, паника влияют на иммунную систему, действуют на нее разрушающие. Тем самым процесс лечения затягивается. И процесс реабилитации, он менее эффективен и более затяжной. И данное состояние, даже после лечения, человек попадает в стресс. Такой вяло текущий, достаточно длительный стресс. Снижается уровень настроения, он чувствует себя каким-то изгоем. Он даже стесняется того, что он болел, что он являлся носителем вируса. И впадает в такую ситуацию, в самоизоляцию от людей. Помимо этого, Олеся Анатольевна посоветовала людям не придавать данной проблеме излишнего внимания. Нельзя нагружать организм постоянными отрицательными мыслями. Нужно избегать обсуждения негативных разговоров о болезни. А если говорить о ней, то только как о профилактических действиях. Подбадривая друг друга и делиться опытом лечения. Прежде всего стоит помнить, что с усилением требований социальной дистанции необходимо сближаться более эмоционально и думать не только о себе, но и думать о ближнем. Когда ты паникуешь, вокруг тебя распространяется соответствующая паника. И ты заражаешь своим страхом окружающих. Когда паникует родитель, паника бессознательно возникает у ребенка. Поэтому прежде чем включаться в состояние паники, стресса, эмоциональных всплесков, стоит подумать о том, что ты своим состоянием сугубишь состояние ближнего. Стоит отметить, что уже нет той проблемы, которая была изначально. Практически не осталось людей, которые не верят в существование вируса. Люди готовы идти навстречу врачам и слушают всех рекомендаций, что способствует улучшению качества лечения. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем 13-15 градусов тепла. Мегадешевизна в магазине «Вецкие меха». Только до 31 октября. Норка за 37 тысяч рублей. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Рядом с магазином «Магнит». Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. Сегодня в Малом зале Дома правительства составилось торжественное мероприятие по награждению победителей и призеров конкурсов педагогического профессионального мастерства. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией формат конкурсов был немного изменен, но, тем не менее, члены жюри выявили лучших учителей и воспитателей дошкольных образовательных учреждений. На церемонии награждения побывал и Алихан Лепшоков. Ваш труд поистине титанический. Хочется выразить свою благодарность за то, что вносите огромный вклад в формирование будущего наших детей, отметил, поздравляя всех виновников торжества, первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Руслан Тамбиев. Подобные конкурсы позволяют педагогическим работникам обменяться опытом и выработать новые практические навыки. Мы не отказались от проведения конкурса на территории Карачаева-Черкесской республики, но жизнь и коронавирус внесли свои коррективы, поэтому большая часть мероприятий конкурса проходила в дистанционном формате. Я хочу отметить, что этот формат стал также приемлем, он был не менее интересен и в какой-то степени даже поучителен для членов жюри, комиссии в том числе и для самих педагогических работников. Когда со стороны на себя можно несколько раз посмотреть. Почетными грамотами и ценными призами были отмечены педагогические работники по трем конкурсам. Воспитатель года, лучший руководитель дошкольной образовательной организации и учитель года. Учителем года в этом году стал педагог физической культуры среднеобщеобразовательной школы номер 10 черкесской Михаил Кузнецов. Его методы обучения и умение находить общий язык с детьми покорили членов жюри. Ощущения непередаваемые. Я горд за себя, за свою работу, за свой вклад в эту работу. Недаром не спал неделями, работал, трудился, но добился своих результатов. Дошкольное образование – это является первой ступенью формирования человека как личности. Поэтому лучший воспитатель – это тот, кто живет своей профессией, уверена победитель конкурса «Воспитатель года» Елена Титаренко, которая работает воспитателем в детском саду Станицы Зеленчугской «Золотой ключик». Да, это действительно по велению сердца. В детском саду работаю уже 26 лет. Мне нравится моя профессия. Я всю душу отдаю детям. Результат моих трудов – получение грамоты и дальнейшее представление республики. Лучшим руководителем дошкольной образовательной организации признана Светлана Биджева, директор Центра развития «Мамонтенок» в Черкесске. Поведители регионального этапа конкурсов теперь будут представлять нашу республику на всероссийском уровне. Алихан Ипшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. В связи с распространением коронавирусной инфекции, многие жители республики живут и работают онлайн. Для того, чтобы широкополосный интернет был доступнее как можно большему количеству пользователей, национальный цифровой провайдер «Ростелеком» проложил в Карачаево-Черкесии более полутора тысяч километров оптоволоконных сетей. Цифровыми линиями связи охвачены 104 населенных пунктов республики. Тему продолжит Мурат Дженкёзов. В этот непростой период интернет важен и нужен буквально во всем. С его помощью всегда можно отыскать нужную информацию, сделать в любое время видеозвонок, оплатить различные услуги. Сеть высокоскоростного интернета по Карачаево-Черкесии стремительно развивается. Один из лидеров в этой сфере – компания «Ростелеком» прокладывает оптоволоконные сети не только в многоэтажках, но и в частном секторе городов и районов республики. Компания «Ростелеком» продолжает строить и развивать сети. Повышает качество и надежность предоставляемых цифровых сервисов. На сегодняшний день на территории республики оптикой охвачены более 17 тысяч домохозяйств. До конца года планируем завершить строительство оптоволоконных каналов связи в Усть-Джигуте и Учкекене. Более 200 каналов цифрового телевидения предлагает мультимедийная платформа нового поколения от Ростелекома «Винг». Умный видеосервис позволяет подобрать контент на любой возраст и вкус. Фильмы, спектакли и обучающие ресурсы можно смотреть на любых гаджетах – дома, на даче, по интересам для каждого члена семьи. И нам, взрослым людям, кто на удаленке работает, кто учатся, дети тоже многие дистанционно начинают учиться. Поэтому интернет, конечно, просто необходим. Еще одна из востребованных услуг – видеонаблюдение. Можно вести как постоянную запись событий, так и настроить наблюдение под конкретные задачи. Например, активировать видео на движение или звук, появление подозрительных объектов и другие цели. Не обязательно находиться рядом с этой камерой. Главное просто, чтобы устройство было подключено к интернету, даже к мобильному. Сегодня современные цифровые сервисы широко используются для работы, учебы и общения. При технической возможности подключение к интернету специалистами компании «Ростелеком» выполняется в течение трех дней. Подать заявку можно через сайт или позвонить на федеральный номер компании. Мурат Шантьёзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкисия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Возвращение». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова